Праздновали юбилей, получали новую технику, выявляли лучших по профессии и участвовали в общественной и спортивной жизни района. И все это в рабочем графике, не прекращая работу над выполнением годового плана. Итоги года производственного управления «Алмаздор Транс» в сюжете Олеси Васевой. Зимник, навигация, зимник. По такой несложной схеме производственное управление «Алмаздор Транс» работает все 50 лет. Но эта простота обманчива. Каждому периоду транспортной и навигационной работы предшествует серьезная подготовка. И сама трудовая вахта каждый раз проходит по-разному. В этом году в работу ленских подразделений «Алроса» коррективы как позитивного, так и негативного характера вносили новая техника, люди, юбилейные даты и стихия. Именно так называли процесс обмеления реки. Она тормозила ход завоза грузов, влияла на работу логистов, речников и портовиков. Приходилось, значит, работать с персоналом. И портовики, я думаю, сами все это на себе ощутили, когда сегодня есть работа, а завтра приходится стоять в простое, потому что нет судов. Но в целом я хочу отметить, что речной порт достойно провел эту навигацию. Выполнение плана составило 96% годовому. В том числе перевыполнение было по порту для сторонних организаций, таких как Речсервис и Верхнеленское речное пароходство. Под конец года транспорт «Алмаз-Дуртранса» выходит на зимники. Уже сегодня он везет оставшийся в Ускуте груз. На этом переделе с 3 декабря работает почти половина всего подвижного состава. Некоторые позиции необходимо доставить еще в декабре. Более 2000 тонн. В конце декабря стало известно, что команда производственного управления заняла первое место в спартакиаде трудовых коллективов и поселении Ленского района. В Новый год сотрудники пережегнут уже с новыми планами и задачами.